Привет, друзья! И дружить обратно в Silent Hill! Нет, а в Castlevania, Harmony of Dissonance! И да, в предыдущем эпизоде мы закончили Sky Walkway локацию. Сейчас пройдем в новую, но знаете, перед этим... Я там в предыдущем эпизоде немножко запутался насчет этих экипировок здесь. Мне кажется, у нас было что-то лучше, чем Bronze Boots. Да, Iron Boots, это больше Defense. Так что поменяем эту вещь здесь. И, кстати, друзья, насчет наконечника. Видим, у нас как бы Yellowstone сейчас, который дает элемент электричества. Он очень-очень хороший на этих Disc Armor и вообще на других противников, которые состоят из брони. Так что я вам советую его экипировать каждый раз, где он находится в какой-то локации, где монстры не слабы против какого-то элемента, например. Но, если мы говорим насчет следующей локации, то монстры будут слабы против одного элемента. Но у нас пока нету этого наконечника. Но мы его скоро получим, друзья, да. В Ecodact of Dragons или в канализации, как я люблю ее называть. А что, вы думаете, что у Дракулы нету природных человеческих потребностей? Ну, или уже нечеловеческих. Конечно же есть. Хотя Дракулы здесь нету в этой игре. Но так и так, конечно. Как же без канализации? Без черепашек ниндь здесь тоже. Ой-ой-ой. Эй, парень, парень. Куда там ускользнул? Я понимаю, что мы как бы играем в игру, да? Ну, не надо играться так, да, со мной. Да, эти фишмен, такие как братья лягушек, с которыми мы уже встречались в Wallingway, умеют плеваться водичкой и скользить, да. Такие как розовые большие лягушки. Я люблю их называть просто черепашками ниндзя. Леонардо, Донателло, Микеланджело и Рафаэль. Да, эта локация, кстати, друзья, очень-очень маленькая. И, да, я думал, мы даже закончим эту локацию прямо сегодня. Окей, и здесь у нас братья. Черепашек ниндзь. Еще другие черепашки ниндзя. Да, эти, в отличие от тех других, у них только одна атака есть. Это... ну, ну, да. Превращаться в Соника. Так что это их не единственная атака. Кстати, друзья, эти противники, как видим, они появляются постоянно заново, когда мы немножко убегаем от них. Так что они постоянно появляются, довольно нудные противники. Так что я просто советую вам идти дальше, да, не оглядываться. Да. Фартнекс. Да, эти лягушки... Ну, и эти желтые, и те розовые лягушки... Они слабы против элемента льда. И мы, кстати, получим здесь наконечник. Который... у которого есть элементы льда. Хорошо, будем его экипировать в этой локации. Что я вам не советую делать с этими парнями... У-у-у, пожалуйста, вам. Что я вам не советую делать с этими парнями, это экипировать наконечник огня. Потому что эти парни, да, эти черепашки ниндзя... Они сильны против элемента огня. Так что, да, тогда с ними справиться будет довольно нудно. Так, что мы там получили? Какой-то этот вот... Парас Хелм. Лучше ли она... Да, кстати, лучше. 101. Да, я думаю, поменяем. Почему бы и нет. Будем сейчас постельнее с этой шапочкой здесь. Так, посмотрим карту. Да, что мне очень нравится в этой локации, это музыка. Видимо... Бас довольно эффективный в этой локации. И да, прикольно все очень звучит. К сожалению, эта локация довольно маленькая, как я уже говорил. Так что, много эту музыку слушать мы не будем, к сожалению. И да, эти черепашки ниндзя... Ля-ля. Они наносят довольно много урона, так что... Стараемся не дотрагиваться до них. Да, мне кажется, здесь как раз было 4 их. Прямо здесь. Леонардо, Донутелло, Микеланджело и Рафаэль. Кстати, эти гильотинки, они падают. Так что здесь надо использовать наш слайдер. У-у-у. Окей. У-у, 250 денежек. Да, если хотите, можете постоянно собирать все деньги здесь. Но довольно долго идти сюда. С ними лягушками разбираться и с этими гильотинами. Э-э. Окей, Blue Stone. И, кстати, когда мы идем обратно, да, тогда геллюзины больше не работают. Я не знаю, ли они опять работают, когда мы уходим из комнаты или нет. Я не проверял, но я эти деньги не советую там собирать. Как раз есть другие способы собирать лучше. Так, знаете, у нас там этот наконечник есть. Blue Stone adds eyes to attacks made with a whip. Да, как я вам говорил, эти лягушки-черепашки-ниндия слабы против элемента льда. Так что одеваем Blue Stone. И да, видимо, сейчас разобраться с ними довольно очень-очень легко. Ну, с ними всегда было довольно легко разобраться, просто бить и все. Сейчас довольно быстрее все происходит. Так, сейчас мы пройдем вниз. Кстати, наверху уже босс, так что я, да, как я вам уже говорил, лагаться довольно маленько. Ой-ой-ой, что здесь? Мутаген? Слайм. Да, видимо, точно здесь черепашки-ниндия и этот мутаген, наверное... Из-за этого мутагена здесь все началось почти так много. Да, эти слаймы здесь бесконечно появляются из этой... Крупы там, так что... Ну, знаете, я не хочу быть сам черепашки-ниндия, так что я не буду с ними разбираться, могут. Хочу затрагиваться до них. Ой-ой-ой, даже прыгает. Точно мутаген. Сам даже мутирует. Так что, да, убегаем от него. Ой-ой-ой-ой. Ладно, лишь пучик-мышик. И что у нас здесь? Так, надо ли мне это? Я думаю, да, потому что я хочу... Эту магию использовать. Особенно на боссе. Будет очень-очень она... Хороша там. Так, hard gloves. Хи-хи-хи. Где у нас hard gloves? Gloves made of hardened leather. Здесь она похуже... Чем наша... Странная шапочка. Здесь получше, чем iron boots. Здесь еще даже лучше, чем emerald cloak. Поменяем на emerald cloak. И насчет emerald cloak. Хочу посмотреть, повышает ли он здесь что-то. Вместо iron boots. Где emerald cloak? Хм. А, вот он. Окей. Не повышает, а здесь... Тоже не повышает. Окей. Тогда... Ну да, оставим все как есть. Походу не будем, а... Да, у нас больше не будет зеленой тени. Хотя, знаете, с той зеленой тенью я сам был как черепашки-ниндзя. Я хотел... Быть. Но до конца он все-таки не стал. Хотя там, знаете, там был мутаген, но я не хотел с ним разбираться. Ха! Ау-ау-ау-ау. Окей. Да, у меня больше нету крови. Все. Уже хватит. У-у-у-у. У-у-у. У-у-у. Статуя. Помним тот хинт, который мы получали в предыдущем эпизоде? И стоит Сауэнт-Хилл комнаты? Ну... Вот об этой статуе пришла вещь. Но перед этим проверим здесь, что здесь внизу. Так, видим, здесь, да, есть такая дверь, которую мы не можем пробить. И, как видим, та дверь, она ведет в... Вуминус Каффернс. Как видим, по карте. Так что мы пока что этим шорткатом не можем использовать... Не можем воспользоваться, потому что не можем просто пробить эту стенку здесь. Так что просто ее оставляем. И да, насчет этой статуи там... Проверим еще раз один... Еще раз наш хинт, который мы получали. Так, хинт карту. The eyes of the Gareth statue point to a secret passage. Так что да, друзья, запомните это в этой комнате. Это связано с этой комнатой именно. Хочу проявить одну вещь. Можем их вообще использовать? Нет. Пришла мы как к карту. Да, не можем. Просто стоят здесь в экипировке. Итак, видим, вот, да, статуя богини. Не хочу топор. Так что она смотрит налево. Ой-ой-ой. Кто ты такой? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, от этого бумеранга мы не можем даже с приседанием... Мы не можем избежать его. Потому что надо прыгать. Бумеранг армор. Который тоже хочет быть черепашкой ниндзя, как я смотрю. Он довольно зелененький. Большой зеленый человечек. Не маленький, а большой. Хм, но здесь стенкой ничего нет. Так, видим, на карте там еще как бы показано, что еще есть что-то дальше. Ага! Да, друзья, это не глюк. Это секрет. Так что, да, здесь можем пройти дальше. И, да, об этом... Об этом секретном проходе нам как раз эта статуя, этот хинт говорил. Так, что здесь у нас? Почему бы и нет? Да, еще один артефакт. Еще один останок Дракулы. И да, с этим артефактом, когда он включен, у нас Стрэнкт повышается. Например, посмотрим, когда он выключен. У нас Стрэнкт 86. А когда он включен... У нас Стрэнкт 96. Да, повышает на 10 пунктов. Так что, эта локация... Да, мы могли идти в ту предыдущую. Ну, о которой я уже говорил, что там была еще дверь. В одну локацию. Мы могли идти сразу в ту, но я сначала хотел эту проведуть, потому что она такая маленькая, и здесь много вещей. Чтобы сделать нас еще более сильными, чем мы уже есть. Потому что следующая локация, да, она будет довольно трудная, друзья. Поэтому я хотел просто собрать все, что я могу в этот... На данный момент у меня та следующая локация была довольно полегче для меня. Ну вот агент, нет, убегай от меня. Я не хочу для тебя прикасаться здесь. Я не хочу быть как эти все некрасивые лягушки там. Ну, блин, офигеть. Окей, пойдем так. Yes! Так, пойдем здесь наверх. Пусть там этот Леонардо там ждет нас. Жди-жди, не дождешься! Ой-ой-ой-ой-ой. Окей, да, здесь у нас сейв-пункт. Save, yes! Так, посмотрим карту. Да, единственный путь в этой локации идти направо, друзья. Там нас ждет босс. Ну что, кто у нас там будет? Сплинтер? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ошеньки! Сплинтер, ты очень-очень изменился! Да, здесь у нас босс Джиант Мерман, который... Видим... Пускай... Такой, как маленькую водичку. Прыскается водичкой, которую можно просто перепрыгнуть. Делает атаку Соника тоже. А также выпускает своих братьев-черепашек-ниндий здесь. Но, в основном, этот босс тоже очень-очень легкий. Видим, в этой игре очень-очень много легких боссов. Проблем больших с ним не должно быть, если честно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, только единственная проблема. Когда он делает эту атаку Соника, то он ее делает довольно быстро. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, сейчас точно все четыре черепашки-ниндия здесь. Так что да, довольно лёгкий босс Видимо, Сплинтер немножко Сделал себе передозировку Мутагена И решил сам стать Черепашки-ниндзя Пятый Но даже это Его не спасает От смерти К сожалению И да, друзья Это всё практически с этой локацией Довольно маленькая такая локация Там на длинном нож Я думаю, нет Пытаемся с книжечкой Let's next up Так что да, мне кажется Пора уже выходить из этой канализации Здесь плохо пахнет Скажем так Так что да, друзья Спасибо за просмотр Это было всё на сегодня И я встречу вас В следующей серии Где мы начнём новую локацию Которая будет довольно трудная Так что да, друзья Пока-пока Все знаете Да, здесь плохо пахнет Ну Бэйслайн В этой локации В этой музыке Всё-таки Замечательным Ах Ах Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok